Добрый вечер! Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня уручил державные узнагороды работникам разных сфер. Медалев и хоноровых званев удостоены 54 человеки. Врачистая церемония отбылась у Палаца Незалежности. В среду узнагородженных и группа работников вытворчих объединений «Беларусь-Нафта». Отзначили на высокем узровне так само спортсменов и тренеров. Уладальник золота пара Олимпиады 2016 года Владимир Изотов узнагороджены ордена Майчины третьей ступени. Ордена Пашаны удостоены саребранная медалистка Олимпиады Урея Де Жанейра Мария Мамашук и уладальницы бронзы Марина Литвинчук, Надея Лепяшко и Вольха Худенко. За особливые заслуги Александр Лукашенко узнагородзе у орденом Национального олимпийского комитета тренера-чемпиона Римской олимпиады 1960 года Леонида Гейштара. А кроме того, медаль за працовные заслуги сёння отрымал депутат Палаты Прастоуников Национального сходу Яуген Адаменко. Узнагороду яму уручил премьер-министр Беларуси Андрей Кабяков. Гомельский областный территориальный фонд державной майомости сегодня у першиню провел электронные торги. У вынику нового уладальника набыл былый будинок столовой у Мазырском районе. Разом с тем, по коль такие торги у регионе, у значной ступени можно лечить экспериментом. Основная колькасть коммунальной майомости реализуется прострадыцейные аукционы. Досягненными и планами поцекавился Олег Синцеров. 150 аукционов и 300 продаденных объектов – это бытай основный выник сегодняшней работы Гомельского областного территориального фонда державной майомости. Бюджет додатково отрымал 2,5 миллиона рублей, а будинки, которые протягивают час, не выкорестовывались, снова приносят корысть. При этом основная колькасть объектов продадена со снижением кошту до одной базовой величины, хоть есть и иншие приходы. Ворядка 15% объектов мы продали в этом году именно с первых торгов, без понижения цены. И это касается не только крупных городов, как Мозырь, Жлобин, Светлогорск, Калинкович, Рогачев, но и, например, такой город, как городской поселок Капоткевич и Петриковского района. Объекты, которые не очень большой площади, для организации небольшого производства, порядка 45% у нас таких объектов покупают, ну и в нормальном состоянии. Особливость 2016 года – проведение электронных торгов. По коль уякости эксперименту, а ли у Гомель обломаемости перекананы, минавито за такими торгами будущеня. На первый раз пропоновали 15 объектов у Мозырским районе и один у Жлобинским от будинку клуба и склада бензина до былого дитячего сада. Плюсы видовочные – набывать майомость можно не выходить через дому. Необходно только один раз пройти аккредитацию на электронные гандлёвые присутствия и подать заявку на удел. Плюс в электронных торгах достаточно много – это прозрачность, открытость электронных торгов, возможность участия в электронных торгах, не выходя из дома, на диване. Ещё одним плюсом является то, что пройдя аккредитацию на электронной бирже один раз, впоследствии вы участвуете и больше проходить необходимости нет. Сегодня у Гомель обломаемости працуются над планами на 2017 год. Пакулюсь писти больше 150 новых объектов. Причем первый аукцион запланован уже на пятого студеня. Ознайомиться с золотами можно на сайте областного фонда державной майомости и непосредственно на местовости. Ещё в минулом научном году в этом будинке находился Гомельский державный пресейный лицей Гандлю. Сейчас он закрытый и объект рихтуется до продажи прасаукцион. Правда, докладные кошты его поколящие не вызначены. В этом будинке, до речи, Гомельский лицей Гандлю праисновал 70 годов. Причем я дома, что до Гетуль тут находился санаторий военных летчиков. До речи, историчные объекты на аукционных не такая уже редкость. Зараз, например, усяго за 60 тысяч рублей пропонуется будинок в начале 2019 года, площадь 145 квадратных метров. Умовы выкористания от оказания медицинских и социальных послуг за открытие объекта в Гандлю, что, обращаясь усяго іншого, дозволить еще и заховать дом 200-годовой давнины, який зараз не выкористовывается. Олег Синтеров, Валерий Капанько, телерадо «Компания Гомель». Уникальное программное забеспечение, аналога у якому нема у свете, створают у Гомельским державным техничным университете «Мясо Хоха». Распрацовка ведется суместно с медиками областной больницы и у будущей не дозволить зарабить прарыв у медицине и дать шанс десяткам пациентов с захворываниями позвоночникам. Идея пришла неожиданно, к нам обратились представители областной больницы и попросили помочь им. У нас в стране, насколько мне известно, таких разработок не проводится. В мире, конечно же, различные, скажем так, различные степени разработки есть, но я бы так классифицировал, что это достаточно на серьезном уровне, можно сказать, даже на мировом уровне мы сейчас начинаем работать. Программное забеспечение складается из некольких компьютерных программ, аналоги яких уже створены и працуют за межоек, а что у тебя на некольки тысяч долларов. Белорусское выноходництво по сотности объединяет эти особные программы в одну. У одрознений от статичных рентген с дымком отриманная модель дозволить оценить позвоночник человека в 3D формате. По моему мнению, у меня одна из самых главных ролей, то есть это именно разработка вот этого внешнего вида программы, то есть интерфейса, то, что будет видеть врач и то, чем он будет пользоваться. Именно работа с изображением, причем довольно-таки новый, скажем так, для нас формат, то есть именно работа с медицинскими изображениями. То есть это уже опыт такой, что можно себе в серьезный плюс ставить. С минимальными материальными затратами станем ахчимым, полепшить якость допомоги пациентам за малюсими видами дегенерационно-дистрофичных захворываний у позвоночника. Программа дозволит спрогнозовать ход для отшения и скорректировать его, как обдосягнуть успехового вынику. 80% населения страдает дегенерационно-дистрофичными заболеваниями и около 10% становится инвалидами на фоне этого заболевания. То есть это крайне социально-экономически значимая и важная тема для Беларуси. Возможно, какие-то методы консервативной терапии и реабилитации необходимо использовать на более ранних этапах, а не выполнять хирургическое вмешательство, что позволит, соответственно, сократить операцию. И если ее надо делать, то она будет выполнена уже по показаниям со стороны улучшения клинической картины. Целый год программисты выучали медицинскую литературу, наведывали операционные отделения больницы и писали программные коды. Завершить работу плануют до конца 2017 года. Сярод идея – еще подключить элемент штучного интеллекта, чтобы программа смогла не просто давать урачам информацию для анализу, а и самостоятельно его проводить. Сейчас ее тестируют в областной больнице. Программа уже оценила маль по сотне клинических выпадков. Об широком угрынении, по кульговорки, нема, но даже в недопрацованном выгляде ее стали цикавиться и иншие медустановыеся. Род их – третья гомельская городская больница. Если все планы программисты у вас обец, то праз год, сколько с тяжких выпадков опорно-рухольного аппарата и головные инвалидности можно будет сократить вдвоя. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, Телерэдо, компания «Гомель». Сегодня у Гомель отбылась городская доброчинная новогодняя елка. Юным гомельчанам пропоновали забавляльную гульнявую программу и оскравое музычное шоу. Наученцам, які досягнули высоких выников у интеллектуальной, творчей або спортивной деянности, старшиня гомельского гарвы Канкама Петр Кирыченко вручил подарунки. Под обязанностей у нашим наступным репортажем. Подчас новогоднего свято гомельские школьники представили выники своей працы над арт-выставой «Наши дети, нашим птушкам». Каля ГЦК разместили велизорную колькасть самых разнастайных по форме и фарбовцах хаток для птушек. Ухоле установы юным гомельчанам пропоновали поудельничать у широку святочных конкурсов и гульняв. Наприклад, сфотографоваться у импровизованном снежном лесе, упрыгожить елку своими самыми заповедными жаданнями, зародиться веселым настроем подчас веншавального флэш-мобу. Новый год будет самое доброе и долгочеканное свято. Часкали, выконываются мары и отбываются отсюда. Тому рыхтуются до его старанные отказы на и дорослые, и дети. Ставим елку, влачаем стены игрушками. Ждем Деда Мороза, чтобы он много-много подарков принес. Я попросила у Деда Мороза, что я хочу настоящего живого котенка. А я попросила у Деда Мороза, чтобы он мне собачку настоящую принес. Запросили у дельников свято и у свою особливую творчую майстерню. Тут разгорнулись и займальные занятки по створению рукотворных экспонатов. Умелые майстри учили у всех жадающих робить оригинальные новогодние цацки, авиареги и сувениры. Бояквядома, лепший подарунок зроблены своими руками. Я думаю, что каждый может сделать своими руками что-то теплое, радостное, порадовать себя и своих близких. Нужно немножко терпения, немножко любви вложить туда, души. И у каждого все получится. У концертной зали городского центра культуры для детей была подрихтована яскровая музычная шоу-программа за делом головных новогодних героев Деда Мороза и Снягурки. Со святом юных Амельчан со сцены повиншовал старшиня Гомельского Гарвы Конкама Петр Керыченко. По шесту расчистости новушенцам, которые достигнули высоких выников у интеллектуальной, творшей або спортивной деятельности, он уручил подарунки. И всем маленьким и дорослым жахарам города над Сожем пожадал поспехов в новом 2017 году. Хочу пожелать, чтобы в следующем году гомельчанам сопутствовала удача, успех, чтобы все мы были здоровы, чтобы мы тоже с вами могли гордиться нашими достижениями. Для этого, конечно, надо много и упорно трудиться. Ну и хочу, чтобы в новогоднюю ночь, и чтобы люди и праздновали с настроением. Для меня это всегда семейный праздник. Я думаю, что и большинство наших гомельчан тоже в кругу семьи будет отмечать этот вечер. Хочу пожелать всем удачи, здоровья, счастья и процветания. С праздником вас! Вероника Варашилина, Игорь Марышчанка, телерадоя компания «Гомель». Дети семья убеженцев стали удельниками новогоднего ранешника. Театрализованное представление с заручением подарунков провели у Гомельским городским центры социального обслуговывания семьи и детей. Некоторые из этих детей еще по годы тому жили у так званых «гарочых кропках». Их батьки приехали в Беларусь у пошуках мирного життя и знайшли его. Тут им оказывают усю махчумую поддержку, да помогают освоить русскую мову, знайсти працу и обзавестись жилем. Особливую увагу надают их детям, что год представники «Шервоного крыжа» и «Гомельского городского центра социального обслуговывания семьи и детей» Организуют новогодние ранешники. Селеты на первых из их запрошения отримали 23 детяти. Три семьи у нас сирийские, многодетные семьи. Они здесь получили квартиру и находятся третий год. Одна семья из Таджикистана, тоже многодетная семья, находится в городском центре семьи и детей. Остальные – это ходатайствующие беженцы из Луганской и Донецких областей. Со статусом беженец у Гомельской области сёня проживаю больше як 70 человек. З их амаль палува – это дети. У основным – грамадяне Сиры, Афганистана и Грузии. До того ж, расшения при своении статусу зараз чакают ясше коля 170 человек. Дарыч, для многих з их Новый год 31-го снежня, ёлка и Дедмарус у червоной футры – саправдная экзотика. У нас Новый год отмечают 21 марта. У нас тоже есть, как Дед Мороз, Баба на Урузии называется. У нас ёлки, конечно, не оставляют. Днём в основном люди гуляют. Большое спасибо тем, которые обращают внимание на детей, на беженцев. Это очень большая радость для них, потому что они в основном, вы знаете, когда не дома, так это трудно, вот эта радость большая, когда их приглашают. Они не знали языка, для них это всё было дико, сейчас они знают язык, они видят наши улыбки, наши добрые отношения, они оттаивают, они приехали, они боялись всего, улыбок на лице не было. А сейчас они улыбаются, видят, что им здесь не угрожает опасности, но всё хорошо. Запрашение на новогодний ранешник отрымает каждый из детей, чьи батьки приехали в Беларусь с небеспечных территорий. Даже тем, кто не сможет отрымать сукерки особиста Деда Мороза, подарунки обовязково передадут. Ганна Ковалёва, Виктория Шумак, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня означается Международный день кино. С этой нагоды у Гомельской областной библиотеки имя Ленина отбылась и встреча актеров театра и кино Алексея Бычкова и Натальи Задориной с молодым поколением гомельчан. Это мероприемство стало завершением проекта «Год культуры» у библиотеки. На протягу 2016 года его отделниками стали коля 200 студентов и наученцев. Для их проводили встречи с ведомыми гомельчанами, мастаками, фотографами, артистами. Завершальной стала встреча с актерами, которые вздымались в таких российских сериалах, как «Каменская. След. Особливый выпадок». Наученцам профессийного лицея Будовников Алексея Бычков и Наталья Задорина рассказали про особливости работы на вздымочных пляцовках, отказали на пытании и продемонстровали фрагменты фильмов, в которых брали у дел. Даже в канун такого большого праздника, как Новый год, мы имеем возможность отпраздновать и Международный день кино. Это совершенно замечательно, тем более, что с кино мы все почти связаны, смотрим, никуда от этого не деться. Поэтому как можно больше креатива, творчества в жизни должно быть. И мы сами должны быть организаторами, организаторами собственного праздника. И сегодняшний, в общем-то, этот день, это, по сути дела, ну, конечно, наша совместная инициатива. Улыбайтесь, господа, и создавайте праздник. И на гэтым выпуск завершенный у студы працавала Наталья Игнатенко. Мы сочим с разведцем падзею гомелей в области. Заставайтесь с нами.